Многие из нас попадают в ловушку бесконечного просмотра видео о проявлении желаемого. Мы начинаем с одного видео по саморазвитию, затем переходим к лекциям Невила Годдарда и заканчиваем медитациями доктора Джо Диспензе. Каждое видео наполняет нас надеждой и возбуждением, но когда мы закрываем ноутбук, то понимаем, что ничего не изменилось. Причина в том, что пассивное потребление контента не ведет к трансформации. Пришло время разорвать этот цикл и перейти к активным действиям. Вместо того, чтобы просто смотреть видео, нам нужно применять полученные знания в реальной жизни, выполнять практики и упражнения, которые помогут нам достичь желаемых изменений. Только тогда мы сможем по-настоящему трансформировать свою жизнь. Пришло время разорвать этот цикл. Вместо этого необходимо применять на практике то, что мы узнаем. Ключ в применении, а не просто в потреблении информации. Когда вы изучаете закон предположения, не просто понимайте его интеллектуально, но живите им. Представляйте себя в желаемом состоянии. Полностью воплощайте его. Например, если вы мечтаете о Средиземном море, вместо того, чтобы просто мечтать о теплых пляжах и оживленной ночной жизни, мысленно поместите себя в отель на берегу курорта, ощутите песок под ногами, звук волн и соленый морской воздух. Практика воплощения выходит за рамки простой визуализации. Невил Годдард подчеркивал, что для проявления своих желаний вы должны мысленно жить ими, как если бы они уже были реальностью. Когда он советовал кому-то спать в желаемом доме, он не просто просил их представить это, а имел в виду, чтобы они полностью пережили это в своем воображении, как свою текущую реальность. Воплощение ваших желаний означает их интеграцию в ваше существо. Представьте себе, что вы хотите новую карьеру в сфере технологий. Не просто визуализируйте, как вы работаете в технологической компании в новом городе, но прочувствуете возбуждение от первого рабочего дня, удовлетворение от решения сложных задач и радость от совместной работы с инновационными умами. Этот метод глубоко задействует ваши эмоции, делая опыт более осязаемым и правдоподобным для вашего подсознания. Когда ваше подсознание поверит, что вы уже живете своей желаемой реальностью, оно начнет выстраивать ваши действия и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь. Для эффективной практики воплощения создайте тихое пространство, место, где вы можете расслабиться и сосредоточиться. Сядьте или лягте, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить свой ум. Представьте свое желание в деталях, но, что более важно, сосредоточьтесь на чувствах, связанных с его достижением. Например, если вы хотите переехать в Париж, почувствуйте возбуждение от прогулок по очаровательным улицам, наслаждайтесь ароматом свежих круассанов и слушайте мелодичные французские разговоры вокруг вас. Позвольте этим чувствам стать частью вашего настоящего опыта, полностью погрузившись в них. Воплощение — это не о том, чтобы силой создавать картину или идеальный мысленный образ, а об ощущении эмоций от исполненного желания. Позвольте этим ощущениям стать частью вашего настоящего опыта. Когда вы фокусируетесь на ощущениях, образы будут естественным образом следовать за ними. Сосредоточьтесь на чувствах, а не на визуальных деталях. Это ускоряет проявление. Когда ваш разум начинает воспринимать ваши желания как реальность в настоящем, это меняет ваши отношения и действия, в конечном итоге воплощая ваш воображаемый мир в физическое существование. Переход от беспокойства к уверенности — ключевой момент для эффективного проявления. Часто вы можете обнаружить, что беспокоитесь о логистике своих желаний, о том, как, когда и что если. Это создает сопротивление, которое блокирует ваши проявления. Чтобы противостоять этому, подключите ежедневные практики тишины или медитации, чтобы успокоить свой ум и сосредоточить мысли. Во время медитации представляйте свои желания, как уже исполнены. Сосредоточьтесь на чувстве спокойствия, удовлетворения и счастья, которые приходят с обладанием того, что вы хотите. Ваш разум привыкает ассоциировать ваши желания с положительными эмоциями, что снижает сомнения и повышает вашу веру и уверенность. Вам также необходимо изменить свой внутренний диалог, чтобы перейти от беспокойства к уверенности. Вместо того, чтобы развивать сомнения относительно осуществимости ваших желаний, заменяйте их утверждениями уверенности и успеха. Например, вместо мыслей «А вдруг я недостаточно хорош?» говорите себе «Я компетентен и достоин этого повышения». Еще одна эффективная стратегия – заниматься деятельностью, которая подкрепляет ваше желаемое состояние. Если вы проявляете финансовое изобилие, начните с мудрого и щедрого управления своими текущими финансами. Чтобы заменить сомнения глубокой уверенностью, что ваши проявления развиваются идеально, вы можете выполнять действия, как будто вы уже обладаете желаемым богатством. Это могут быть небольшие символические действия, такие как пожертвование или инвестирование в то, что приносит вам радость. Эти действия отправляют мощный сигнал вашему подсознанию, что вы уже живете в состоянии изобилия. Творческая визуализация становится мощным инструментом в вашем арсенале проявления. Визуализация – это больше, чем просто образы в вашем уме. Это погружение в переживание желаемого результата. Например, если вы стремитесь стать успешным автором, не просто представляете свою книгу на полках, но визуализируете весь процесс. Ощущение клавиатуры под пальцами, возбуждение от завершения рукописи, радость от держания в руках своей опубликованной книги, гордость от вида своего имени в печати. Вовлекайте все органы чувств, чтобы создать яркий, живой опыт. Для усиления творческой визуализации вы можете создать визуальную доску или вести журнал визуализации. Эти инструменты служат осязаемыми напоминаниями о ваших целях и помогают сосредоточить ваши ментальные усилия. Поместите визуальную доску там, где вы будете видеть ее ежедневно, чтобы подкреплять свое видение и держать цели на первом плане. Еще важный момент. Нельзя соглашаться на мизерную оплату своих услуг. Это действительно важно для нашего личностного и профессионального роста. Вместо того, чтобы соглашаться на низкие расценки, я предлагаю вежливо отклонять такие предложения. Нам нужно показывать Вселенной, что мы достойны большего. Не подбирайте копейки, цените свои знания, навыки и опыт. Когда мы соглашаемся на маленькие заказы и низкую оплату, мы тем самым демонстрируем, что готовы и дальше получать такие предложения. Вместо этого давайте передавать такие заказы тем, кто в них действительно нуждается. Мы должны стремиться к более высоким гонорарам, которые по-настоящему отражают нашу ценность. Находя копейки на улице, лучше пройдите мимо или передайте тому, кто в этом нуждается. Альтернативой визуальной доске является введение журнала визуализации. Это позволяет вам описывать свои желаемые переживания в деталях, помогая эмоционально связаться с вашими целями. Пишите о своем будущем так, как будто оно уже происходит, и позвольте своим эмоциям свободно течь. Эта практика не только проясняет ваше видение, но и укрепляет эмоциональную связь с вашими целями, делая их более достижимыми. Вы должны регулярно практиковать творческую визуализацию, а не использовать ее от случая к случаю. Выделяйте время каждый день, чтобы заниматься этой мощной техникой. Утро и вечер – идеальные моменты, когда ваш ум более восприимчив. Во время визуализации будьте расслаблены и сосредоточьтесь на положительных эмоциях, связанных с исполнением ваших желаний. Чем последовательнее вы будете практиковать, тем больше ваше подсознание будет воспринимать эти визуализации как реальность. Со временем эта ментальная репетиция будет влиять на ваши действия, решения и взаимодействия, согласовывая ваш внешний мир с вашим внутренним видением. Чтобы по-настоящему изменить свою жизнь, перестаньте просто смотреть видео о проявлении и станьте активным участником своего преображения. Применяйте принципы, которые вы изучаете, экспериментируйте с разными техниками и находите то, что резонирует с вами. Сосредоточьтесь на воплощении своих желаний и практике творческой визуализации, переходя к уверенности, погружаясь в чувство исполнения своих желаний. Ключ к успешному проявлению — это последовательность. Не просто слушайте слова, живите ими. Практикуйте ежедневно, оставайтесь приверженным и наблюдайте, как ваш воображаемый мир естественным образом сливается с вашей реальностью. Главное — делайте, верьте, и все у вас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...